здравствуйте друзья мы с вами приступаем к изучению одного из самых важных разделов это полигональное моделирование до этого вы уже изучили создание примитивов простые команды трансформации простые модификаторы и простые сплайны если что-то из этого вызывает сомнения пересмотрите соответствующие видео на канале а мы с вами приступим к экспериментам для начала создадим бокс как вы знаете плюсик это создать create выбираем бокс ну и создаем в произвольном месте правее от плюсика гнутая трубка это модифай то есть внести изменения здесь мы можем изменить размер изменить сегментацию объекта ну с этими вещами вы уже знакомы сделаем несколько копий потому что нам пригодятся эти заготовки для наших экспериментов сейчас у этого бокса настройки как у примитива то есть длина ширина и высота и сегменты длины ширины и высоты но стоит нам правой кнопкой нажать выбрать конверту едет и был поле и мы перейдем к редактированию геометрии этого объекта давайте сразу вот так вот потянем правую панель потянем и потянем настолько чтобы стало два столбика можно еще дальше потянуть их станет три нам нужно два смотрите это анатомия нашего трехмерного объекта вот это точки называется вертекс некоторые люди называют вершины мы будем называть точки это edge некоторые называют грани мы будем называть ребра границы полигоны и элементы потом мы проговорим каждый под объект вот эти вот вещи называются под объекты по-английски sub-object и пусть вас не смущают такие обороты как перейти на точки или перейти на ребра и так я перешел на точки и могу уже простым движением вот выделить точки и переместить таким образом что получится что-то вроде домика ведь одну точку не захватил alt x чтобы сделать объект полупрозрачным вот простые манипуляции и мы уже каким-то образом поменяли форму объекта то есть это уже не просто примитив а мы уже как бы внедрились в его структуру и изменили ее нам понадобятся вообще вот во всем во всей этой панели на данный момент только три вкладки selection едет vertices тут едет и редактирование точек сами переключимся на ребра то будет редактирование ребер и едет geometry это общее редактирование геометрии также еще мы немножко коснемся полигональных ID но это позже пока что три три блока выделения редактирование чего-то и общее редактирование геометрии про остальные мы поговорим в наших других разделах эти блоки можно перемещать просто хватаете вот здесь вот такое вот место и специально и можете их двигать вот можете поставить их так как у меня так будет вам удобнее всего то есть первое selection второе редактирование какого-то подобъекта и третье редактирование геометрии с клавиатуры переключаться на различные подобъекты очень просто единичка это точки двоечка это ребра троечка границы четверочка полигоны пятерка элементы перед тем как мы перейдем к изучению функций я вам расскажу пару очень-очень важных вещей первое объекты полигональные пустые внутри видите мы залазим вовнутрь и тут пусто и все они такие второе все полигоны делятся на треугольнички если мы правой кнопкой нажмем object properties и здесь снимем галочку edges only то мы увидим разделение полигонов на треугольнички даже если мы создадим какой-то цилиндр где сверху большой многоугольник полигон это многоугольник поле много гон угол object properties edges only снимем галочку и видите что этот большой полигон тоже состоит из маленьких треугольничков и вот это вот разбиение на треугольнички называется триангуляция это важное понятие мы к нему мы его будем касаться я более подробно об этом расскажу если вы уже работали в максе и делали булевые операции пользовались буллианами то имейте в виду что буллианы могут делать неправильную триангуляцию и из этого могут происходить разные нехорошие вещи об этом мы тоже поговорим позже еще одна важная вещь это понятие нормали каждого полигона есть лицевая и задняя сторона вот удалим часть полигонов этого объекта и заглянем вовнутрь вот эта задняя сторона а вот это лицевая так вот нормаль это вектор который задает лицевую сторону полигона понятие нормали нам очень понадобится при изучении инструментов полигонального моделирования давайте покажу вам еще одну вещь кроме едет обл поле еще есть другой набор инструментов едет обл меш он уже устаревшие пользоваться моим не будем но тем не менее сейчас посмотрим кое-что правая кнопка конверту едет обл меш здесь мы можем управлять самими треугольничками из которых состоят полигоны но сейчас нам важно не это нам важно вот это show нормал вот от каждого треугольничка идет вектор от лицевой стороны давайте этот объект тоже конвертируем есть это был меш вот нормально давайте создадим более сложный объект чайник конверту едет обл меш вот от каждого треугольничка идет вектор этот вектор и есть нормаль скоро вы убедитесь насколько важно это понятие друзья я надеюсь было все понятно что я рассказал увидимся на следующем уроке будем разбирать выделение под объектов уроков ну и и и и и и и